Всем привет! Кто не смотрел Юрский парк, или парк Юрского периода? Там один дедок оживил на свою неугомонную голову динозавров, за что и отгрёб по полной. Кто не хотел бы посмотреть зоопарк с мамонтами, тираннозаврами и ещё аквариум с мегалодоном? А современные умники уже вплотную подошли к этой возможности, но давайте посмотрим. А нужно ли это делать? К сожалению, динозавров, как в фильме, или к счастью, нам пока не удастся воспроизвести, так как не найден тот комар с кровью и ДНК динозавров. Однако не надо терять надежду, недавно был обнаружен мамонт с жидкой кровью. А не так давно, всего из одной капли жидкой крови, учёные клонировали мышь. Вы улавливаете связь? Так что, возможно, скоро в зоопарках появится шерстистый мамонт. Учёные планируют подменить ядра яйцеклетки слона клеточным ядром, извлечённым из костного мозга мамонта. И, возможно, скоро какая-нибудь слониха сможет родить мамонтёнка. Поскольку тела саблезубых тигров иногда находят замороженными, то велик шанс извлечь ДНК и клонировать это животное. Но не всё так радужно. Опасение генетиков заключается в том, что животные, жившие задолго до человека, как и современные животные, имели свой уникальный набор генов, строений и функций организма. И были звеном определённой биологической цепи. Поэтому никто не может дать гарантии, что современные вирусы и заболевания, пройдя через организм клонированного животного, не изменят свои характеристики, то есть не мутируют и не образуется абсолютно новый вид вируса или заболевания, которое, возможно, будет опасен человеку, человечеству в целом. И мы просто вымрем. Идея возрождения вымерших животных имеет много плюсов и минусов. А как вы думаете, что лучше, пытаться оживить давно вымерших животных, тратя на это огромные деньги, или направить усилия и средства на поддержание исчезающих и умирающих видов? Пишите в комментах и будьте здоровы!